Первое сентября. Вот и закончилось лето. Хорошая погодка, но, однако, видно, что уже это осень. Сыни еще продолжают свисти, но их осталось уже немного. Уже понемножечку они начинают засыхать. Плещевина, ну, она уже выросла довольно высоко, до трех метров, и вот она завязала цветоносы, и вот уже скоро начнут распевать ее зернышки. Ну, недолго ей осталось. Ночью очень холодная, еще пока она выдерживает, ну, скоро заморозки, и уже плещевина будет подсыхать. Эта клубничка подрастает, она была срезана, сорт солнечная полянка, и вот уже нарастила новые листики. Это усы клубники были высажены, они тоже уже подросли и уже готовы к зиме. Это оставлено у меня на семена кукурузка, вот она, чтобы доспела окончательно, и потом соберу с нее семена. Ну, здесь уже видно, что уже остались пустые грядки. Здесь я убрал остальную кукурузу, вот здесь была. Ну, и здесь еще были огурчики, вот здесь тоже их уже убрал, потому что все уже засохло. Ну, морковка начал понемножечку ее подкапывать, но видно, что морковка в этом сезоне не очень хорошая. Из-за погоды, видимо, ботва большая, вот видно, а корнеплоды, ну, такие средненькие. Ну, вообще не очень плохие, нормальные, можно сказать. Осободившиеся грядки я засыпаю перегноем куриного помета. Вот, видно, понемножечку он так останется под зиму, без перекопки, лишний азот уйдет, и отличное удобрение будет на следующий год. Остался у меня один кустик кабачков еще, чтобы они поспели покрупнее, для зимнего хранения. И вот он нарастил уже тут, уже срезал-срезал с него плоды, и еще вот, не знаю, штук пять тут видно плодов. Ну, и арбузик тут поспевает, он подкатился к кабачкам. Ну, арбузы я уже половину примерно убрал. Видно, что у скороспелых сортов уже засохла вся ботва. Остались только еще некоторые более поздние сорта. Это вот, например, подарок северу. Вот такой, у него еще ботва зелененькая. А вот эти вот мелкие арбузы, это сибирские огни и сахарный малыш, я уже сегодня-завтра буду уже снимать. То есть, уже ботва у них засохла, держать их смысла нет. Это у меня репа, дайкон и редька. Ну, репка, как и все корнеплоды в этом сезоне, не очень крупная. Но, однако, она все-таки завязала корнеплодики, вот видно. Они потихоньку набирают вес. Дайкончик тоже, уже несколько штучек я выдерну. Ну, он уже наращивает тоже корнеплоды, уже можно убирать для еды. И вот он, дайкончик. Ну, и репка зеленая маргелланская тоже уже более-менее подрастает. Ну, еще не совсем большая, но такая, ну, уже нормальная. Я думаю, репка проблем не будет. У меня никогда проблем нет. Это клубника тоже усы, другого сорта высажена. Это другой сорт арбузиков, вот здесь. Это пекинская радость, крестьянская. Тут уже два арбузика я снял. И еще штук 6-7 осталось. У них еще ботва зеленая. Я еще им даю время немножечко поспеть. Ну, арбузики довольно крупненькие. Вот я один срывал. Тут было 7 килограмм. Ну, и вот примерно такие же. Где-то килограмм, 5-6, ну, может 7. Нормальные арбузики. Довольно сладкие. Ну, со свеклой проблем нет. Ее можно скоро будет убирать. Это брюква. Брюква тоже наращивает уже корнеплодики. Вот они. Еще есть время порасти. Я думаю, они будут еще и покрупнее. Это тоже клубничка, уже сорт лорд. Тоже была она срезана. И вот тоже нарастила новые листики. Это дынька Евдокия. У меня немножечко вот ее, вот маленький участок. Ну, я уже основную массу плодов собрал. Они съедены, потому что вкусные очень оказались. Ну, вот тоже уже готовый плод. Тоже уже можно уже срывать. Вот такая дынька Евдокия. Здесь под укрытием у меня баклажаны. Я их оставил. Еще там завязываются некоторые плоды. Еще даже поспевают. К слову сказать, вон там, тоже под укрытием, единственное, что осталось, это перцы. Они тоже потихоньку поспевают. И укрытие я для них ставлю. Ну, а помидоров уже нету. Уже видно, что помидоры я убрал, все плоды. Они дозариваются в домике. И поскольку кустыки засохли, я их тоже все выдернул, убрал. Ну, а грядки тоже заправляю перед мной на следующий год. Ну, капусту понемногу срываю. И белокочанную, и цветная тоже уже завязалась. От солнышка я ее прикрываю тряпочками. Вот такая капуста, она уже завязалась. И еще продолжает наращивать свои кочанчики. У меня ее немного, но завязались все растения. То есть, с капустой проблем нет. Могрого кочанная тоже. Там же кочаны уже довольно-таки нормальные. Вот кочанчик уже. Тугие, довольно приличного размера. Это я посеял в августе немножечко салата и немножечко редиски, чтобы осенью, вот сейчас, и может еще позже, даже можно было порвать эти корнеплоды и этот салатик. Ну, салатик еще маленький, но можно уже рвать, но он еще подрастет. А редисочка уже практически поспела. Вот она, редиска. То есть, уже неплохие корнеплодики в редиске. И чем она хороша, что вот осенняя редиска, она всегда тугая, крепкая. Никогда не поражается никакими вредителями, потому что уже холодно, вот видно листики все хорошие. То есть, осенняя редиска очень вкусная и хорошая. Я всегда немножечко, хоть вот как в этом году, сажу ее для осеннего потребления. Это тоже усы клубники, уже подрастают, высажены в этом году. Ну, это петрушка. Петрушка растет и растет. Уже срезал ее не знаю сколько раз, и она продолжает расти. Вот еще уже можно срезать. Это у меня тоже. Тут немножечко остатки жгучего перца. Я им даю доспеть возможность. Ну, под укрытием, конечно. Потому что ночью уже даже небольшие заморозки. Вот я посмотрю, что там с перчиками. Вот, перчики есть. Тут уже красненькие. Оно, я масса сорвана. Ну, вот, ну, вы подросли. То есть, перчики поспевают. Это жгучие. Вот так. Уже немного грустно выглядит мой участок первого сентября. Все, лето прошло. Впереди осень. Уже многие растения убраны с участка. Осталось уже немного морковка. Ну, еще картошка. Да и некоторые корнеплоды. Собственно, и все. Больше уже ничего не остается на участке. Вот это баклажаны под укрытием. Они продолжают понемногу наращивать новые плоды и потихоньку поспевать. Вот еще плодики. Вон плодики. То есть, они еще подрастут и будет еще урожай в баклажанах. Но только уже под укрытием. Потому что очень холодно. Ну, а щавель растет и растет. И как не хочет успокоиться тоже. Уже столько его раз срезал и он все равно растет. Можно опять срезать. Щавель не подводит. Это у меня подсолнухи. Вот лакомка. Вот они. Они выросли где-то до двух с лишним метров. И вот сейчас что-то их начали поклевывать. Некоторые птички. И вот я их обвязал для защиты. От птичек. С тряпочками такими. Вообще, в основном-то я их не собираю. Но это просто сделать для того, чтобы хоть попробовать, какие семена у этого сорта. Сорт лакомка. Действительно они такие вкусные, что лакомка называется. Или нет. Вот такие подсолнуки. Мы завязали довольно крупные головки. Перчики и остатки находятся под укрытием. Продолжают еще завязывать плоды. Ну и поспевать. Но только уже, конечно, держу их под укрытием, потому что холодно. Как я уже говорил. Что тут с перчиками у меня посмотрим? Ну вот, видно перчики. Я уже много очень снял, но продолжают поспевать. И подрастать. Красные. Толоснеющие. И некоторые продолжают завязывать еще плоды. То есть перцы еще будут. Но только под укрытием повторюсь. Потому что ночью уже дело доходит до небольших заморозков. Вот 1 сентября мой участочек. Лето кончилось. Ну ничего. Осень тоже хорошее время. Погода теплая днем. Правда, ночи холодные. Но все равно хорошо, тихо, спокойно. Вот. Ну вот сейчас так. Сезон заканчивался.